Президента Республики Молдова Игоря Дадона и всех, кто его сопровождал в Басарабяске, встречали по старой доброй традиции – хлебом с солью. Встреча с активом районного совета, руководителями районных структур, примарами населённых пунктов, прошла в зале заседаний. Президенту было адресовано несколько наиболее важных для района вопросов. Один из них касался ожидаемого закрытия хирургического и родильного отделений и распределения молодых специалистов по регионам. Я думаю, что мы выйдем с инициативой для того, чтобы по всем бюджетникам вот на такие специальности, которые нужны для государства. Это образование, это медицина. Если молодой человек учится на бюджете, с ним должен быть заключён контракт, договор, что он должен после окончания определенных периодов времени работать в государственных структурах, где его направляют. Это первое принципиальный момент. Я думаю, что с этой инициативой мы выйдем. И это будет правильно. Потому что государство тратит десятки тысяч лет, если не сотни тысяч, чтобы обучить одного молодого специалиста. И после этого мы его теряем и куда-то уезжаем. И есть ещё одна хорошая идея, которая клиентам появилась. Бюджетные места под таким специальностям, как образование, здравоохранение, может быть и другие. Социальное исключение. Социальное исключение. А распределить порой вон нам. Социальное исключение. Мы слышим о том, что есть очень много строящих социальных жильё, в Чимишли, в Кенчештах построили. Без зарабки этого социального исключения нет. Для того, чтобы пришёл молодой специалист, ему нужно где-то жить. Да, правительство выделяет какую-то определённую сумму денег, как молодому специалисту. Но это не хватает, чтобы он остался здесь. Если, наверное, будет социальное жильё, будет, наверное, проще сюда. То есть, просьба, чтобы рассмотрели и ваш город, для того, чтобы здесь тоже было социальное, не только в других. Для специалистов. Директор Центра здоровья Наталья Арнаут подняла вопрос о штрафе в 4,5 миллиона леев, который был наложен на медучреждение за то, что располагающаяся там аптека работала без лицензии на фармацевтическую деятельность. В 2016 году у нас было решение Верховного суда, с которым, казалось, решение было не в нашу пользу. То есть, мы обязаны выплачивать 4,5 миллиона леев. Мы не знаем, как выйти из этой ситуации. Мы инициативили письма во все инстанции, но, тем не менее, все говорят, что закон есть закон, и вы обязаны его исполнять. Тем не менее, до 2014 года все лечебные учреждения, первичные медицины, которые в своем составе имели фармацевтические пункты, работали на основании сертификата по аккредитации, на основании которого работали и мы. Никаких других нарушений налоговых, нарушений закона у нас не имеется. Государство должно платить само себя из одного кармана в другое 4,5 миллиона леев. Потому что, если брать так, если брать так, вот исполнение решения суда, что означает, как ее исполнить? Нужно в бюджете предусмотреть 4,5 миллиона леев, который приходит на ваше учреждение, и с вашего учреждения уходит обратно в бюджет, для того, чтобы, ну, так, налоги, штрафы идут в бюджет. Поэтому нет смысла с одного кармана в другое. Я поговорил из Пушкутса, Сержио, с налоговой службой, говорю, ребята, что вы делаете, что тогда? Поэтому будем разбираться. Другого выхода нет. В ходе своего визита президент встретился и с жителями города и района, которые ожидали его в Басарабяском доме культуры. Люди задавали главе государства разные вопросы. Среди них и об оказании помощи жильцам дома номер 15 по улице Ленина, где в августе прошлого года произошел сильный пожар. Я постараюсь найти спонсора финансирования для того, чтобы мы сделали за наш счет окна и двери на втором этаже. Хорошо? Это поможет? Мы, например, поняли, что наш вопрос будет решаться насчет дома. Он нам обещал помощь, он сейчас говорит, что уже дал указания, что помогли нам с окнами и с дверью. И мы довольны. Я считаю, что нужны такие встречи. Вопросы касались качества медицинских услуг, индексации пенсий, повышения пенсионного возраста, сельского хозяйства. Многих собравшихся в зале также интересовала судьба Молдавской железной дороги. Две проблемы нужно решить. Первая – это объем грузоперевозок. Но это зависит от экономики, как будет работать. Но основная проблема – это руководство. Это директор железной дороги, это министр Транска. Я не могу вам открыть все скобки, но поверьте, этим министром я занимаюсь отдельно. Железная дорога – стратегическое предприятие, которое должно остаться в государственном управлении. Никаких приватизаций там не может быть. Люди спрашивали, как привлечь инвестиции в район, чтобы он не зависел от железной дороги и развивался не хуже, чем соседние. Короче, у нас нет предприятий. У нас сегодня огромное предприятие «Железная дорога», где могут люди работать, но не могут устроиться на работу молодежи. Сами сидят в основном люди старшего возраста, потому что наша молодежь уезжает. Большая просьба – найдите инвестора. Есть мизон, огромнейшее здание, где можно его использовать. Пусть приедут хоть кто-то, понимаете. У нас есть четыре швейки и железная дорога. И детские садики, и школы. Больше ничего нет. Помогите найти инвестор. Я сейчас работаю вместе с председателем района для того, чтобы подписать соглашение межрегиональное. Вот знаете, в ИГУЗе как-то писал? В ИГУЗе с некоторыми регионами России, уже с десятью, если я ошибаюсь, подписано двухсторонное соглашение сотрудничества. Межрегиональное. Вот я сейчас ищу определенный регион. Ну, регион России – это много, это без сравнения. Город, какой-то район для того, чтобы подписали с вами двусторонние соглашения, для того, чтобы оттуда инвесторы сюда пришли, чтобы отсюда продукция для того, что… Мы с Пётром Стушкарым сейчас рассматриваем несколько вариантов. И надеюсь, что в ближайшее время такое соглашение будет подписано. И, поверьте, тогда создаются предпосылки для того, чтобы куда-то кого-то сюда из инвесторов перетянуть. Поднимался также вопрос о действиях местных советников от партии социалистов. Когда мы блокировались на пост президента, у вас было такое ровно, что я стану президентом для народа. Эта грыжа радует и очень приятно. Но, однако, члены партии социалистов в Смесарапии пытаются каким-то образом блокировать решение некоторых проблем, которые относятся к городу. Если есть какие-то проблемы у партии социалистов, вот вам председатель партии, целый, гречанная с нами трона, вместе с вами после этого остаётся и решает. Хорошо? Если есть какие-то вопросы, что районы социалистов… Ну, житейские, и проблемы всегда есть. Знаете, и в семье, где муж и жена, ну, тоже ссорятся. Вы должны поднять одно, и мы все должны поднять одно. Вот прошли выборы, вот линию «Антрас», давайте вместе садиться, находить общий язык для решения проблем людей. Есть кто-то из наших советников, есть кто-то… Вот нарушать закон, будем разбираться с каждым в отдельности. Кто нарушил закон, отвечай. А по-другому никак. Согласны? Да. Затрагивались и проблемы, выходящие за рамки местных. К примеру, отношение Игоря Дадона к лидеру нашей партии Рената Усатому. Рената до сих пор ждет Ваши люди и душествия. Отметьте, пожалуйста. Да, да, да. Я всегда говорил, и остаюсь при своем мнении, что нам нужны партнеры. Но партнеры, не те, которые сидят с кинжалом для того, чтобы ты развернулся и тебе спину. Нам нужны партнеры. И если мы сможем чем-то помочь, мы будем помогать. Но для того, чтобы помочь Усатому вернуться в Молдову, нужно разобраться с этой властью. Нужно сначала иметь своего прокурора, чтобы закрыть эти уголовные дела. Потому что я всегда говорил, что по Усатому это политические преследования. Жителей города интересовала и судьба украденного миллиарда. Я хотел бы вас спросить, что вы сделали в должности президента, как вы решили, что вы вернутесь в Молдову? Ребята, давайте скажем честно. Прошло два месяца. Два месяца. Я не говорю, что это много или мало. Но я то, что обещал вам, что я выйду с первой законодательной инициативы, чтобы аннулировать этот закон, я этот шаг сделал. Сделал? Парламент не примет. Вот есть фракция социалистов, есть партия социалистов. Мы запустим идею референдума, чтобы аннулировать этот закон. Не мы должны платить миллиард, и не мы не будем платить за этот миллиард, поверьте. А заниматься, ну, слушайте, вы же знаете, ответ на все. Для вас задаете вопросы лишь бы... По словам участников встречи, представители власти, особенно такого высокого уровня, в обязательном порядке должны встречаться с простыми людьми и по возможности помогать им решать насущные проблемы. Чем чаще мы будем видеться, общаться, тем больше и мы узнаем о них, и они о нас. Президент должен знать милый народ, как поступать. То, что он общается с народом, это очень хорошо. Были в зале и те, кто остались недовольны встречей с главой государства, так как не получили ответов на свои вопросы. Ну, мое впечатление, что господин президент приехал делать предвыборную кампанию и партии социалистов. И больше ничего, ни на один конкретный вопрос он не ответил. И видно, что он боится своего хозяина Плохотнюка. Пообщаться с президентом Додоном попыталась и наша съемочная группа. Я могу вас задержать, Игорь Николаевич? Тут нет, тут нет. На интервью. А фары? Ходим. Оператора, оператора пропустите, пожалуйста. Оператор, оператора, выпустите. Пока президентская охрана выпустила оператора Бастова из здания, глава государства сел в автомобиль и уехал.